Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Дмитрий Тараторин, и кому-то из вас, возможно, известны мои прежние работы «Русский бунт на веки» и «Демократия для белых». Ну, а сегодня я хочу представить вам свою новую книгу, которая носит название «Русская власть. Опыт деконструкции». Что же, собственно, я предлагаю вам совместно деконструировать? На самом деле попробуем разобраться, насколько адекватна и соответствует действительности фраза нашего знаменитого, замечательного историка Николая Карамзина «Самодержавие есть палладиум России». То есть в какой степени самодержавие действительно неизбежная и оптимальная форма для нашей Родины. Это отнюдь не оторванная от современных реалий тема, потому что многие наши сограждане и по сей день, даже если они не являются монархистами, они считают, что единодержавная, сопредельно централизованная форма правления является для России оптимальной. Разберемся, как сложились эти представления и насколько они адекватны. И начнем мы с глубины веков от князя Андрея Боголюбского, который впервые попробовал реализовать на нашей почве некую протоимперскую модель. Для него это закончилось печально, но его потомки, его последователи смогли ее реализовать. Многие историки полагают, что значительную роль в этом сыграл, скажем так, золотоордынский опыт. Разберемся в этом и посмотрим, действительно ли Золотая Орда это был период владычества и подчинения наших князей, или это была форма сговора, причем изначально сговора между отцом Александра Невского Ярославом и ханом Батыем, а затем это была некая форма плодотворного сотрудничества между князьями и ханами до какого-то определенного момента. Затем наши князья ощущают в себе силы освободиться и начать строить действительно полноценное самодержавное государство. Безусловно, мы поговорим о такой просто определяющей фигуре для нашей истории, как Иван Грозный. И разберемся, в какой степени на него повлияли апокалиптические ожидания, которые были связаны как раз с периодом его правления. Как они повлияли на опричнину и, в свою очередь, как та модель, которую он построил, повлияла не только на дальнейшее государственное развитие, но и на национальную психологию русского народа. Ну и завершим мы наше путешествие сквозь века, наше расследование эпохой Петра Первого, человека, который сыграл никак не меньшую роль, нежели Иван Грозный, которого он, в принципе, считал своим предшественником в значительной степени. И Петр сумел довести, можно сказать, эту модель до совершенства, отлить ее в бронзе, воплотиться вот этим самым всадником, летящим вперед, не разбирая пути. И мы посмотрим, как эта модель трансформировалась со временем и к чему, в общем, она привела. Ну и какие перспективы, собственно говоря, открываются у нас в связи с тем, что многие из нас по-прежнему считают ее актуальной и для нашей жизни. Приглашаю вас поучаствовать в этом расследовании. Продолжение следует...